Казалось бы, ноябрь не самое подходящее время начинать разговор о новогодних праздниках. Однако, как показывает практика, предновогодняя суета начинает витать в воздухе задолго до 31 декабря. И как бы ни звучало это странным, первым предвестником самого волшебного праздника из года в год остается реклама. Чуть позже в магазинах начинают появляться новогодние игрушки, разноцветные подарки, конфеты, настоящие снеговики. Конечно, пока горячие пирожки их не расхватывают, но и залеживаться их не оставляют. Эти подарки пользуются особенным спросом, так как они мягкие и используются как рюкзачки. Обычный подарок маленьким детишкам. И несмотря на то, что Новый год еще не скоро, да? Нет, несмотря на то, что Новый год не скоро, даже поступают большие заявки на организацию. Сами оренбуржты ничуть не удивлены этому, ведь, по их мнению, Новый год уже на носу, и не стоит откладывать подготовку на потом. Осталось-то чуть-чуть, сейчас не успеешь оглянуться, и уже все время пройдет, потому что Новый год, что там полтора месяца осталось. Как вы считаете, уже пора начинать готовиться к Новому году? Конечно, пора. А не рано? Нет, не рано. Не рано. А что надо делать уже? Елку надо, игрушки надо, подарки внукам нужны. В Оренбурге уже появилась первая лесная красавица. Пока зрелище это необычное, но уже к 15 декабря такие же нарядные елки должны стоять во всех районах города. Сейчас подготовка идет полным ходом. Не забывает и о зеленых красавицах, которые отправятся по домам оренбуржцам. Уже совсем скоро их можно будет купить на рынках. Что касается цены, то в этом году она немного изменилась. Сосна стоила в пределах 90 рублей, то в этом году где-то в пределах 130 рублей. Вот по конкурсу так вот проходит все это дело. Естественно, инфляция есть, конечно, цены растут. Готовится к Новому году не только областной центр. Например, в Орске уже можно начинать писать письма Деду Морозу. Там в Центральной городской библиотеке имени Горького сегодня установили ящик для писем главному волшебнику. Но в этом ящике не просто письма, а настоящие конкурсные работы. Авторы лучшего пожелания отправятся на родину Деда Мороза и получат свой подарок из рук седого старика. Следует сказать, пожелания ребятни настолько искренние, что каждый заслуживает особого внимания. Я больше всего хочу, чтобы в нашей семье было все хорошо и всех с Новым годом. Я написал, чтобы эти люди все жили долго и счастливо. Татьяна Кошелко, Виктор Яковлев. Новости дня.